Амшара Около деревни Заболоте есть такое место, которое в простонародье называется Амшарой. Оно пользуется дурной славой среди местного населения. Амшара представляет собой полосу леса шириной около километра и длиной около пяти километров, соединяющей два других больших участков леса. Поперек этой полосы проходит просека. Вокруг густые и дремучие леса, большей частью сосновые. Деревеньки здесь разбросаны редко. Дорог нет, почти никакой транспорт не ходит. Драй-центр около 30 километров. В начале января я и мой товарищ Виктор ехали по этим местам на гусеничном тракторе ДТ-75. Он только что получил трактор. И мы перегоняли его в деревню к Виктору. Путь был немалый, около 70 километров. Мы уже подъезжали к деревне. Нужно было только преодолеть Амшару. Было два часа ночи. Стоял лютый мороз. На тракторе горели габариты и что-то вроде дальнего света. А на ночном небе ярко светила луна. Так что было достаточно светло. Мы благополучно проехали просеку через Амшару. Только проехали узкоколейку и тут услышали голос. Он прозвучал совершенно отчетливо, хотя за шумом трактора мы даже себя не слышали. Кто-то низким голосом произнес. Ребята, подвезите. Моему товарищу послышалось, ребята, помогите. Мы тут же осмотрелись и увидели впереди справа метров двадцати женщину. По виду совсем старуха. Одета она была на удивление легко для такого мороза. На ней было что-то вроде белого платья, конусом, спускавшимся с плеч до самого снега. Так что ног не было видно. Ни волос на голове, ни головного упора не заметили. Особенно сильно наше внимание приковали ее глаза. Они были не мигающими, с каким-то странным отцветом. Не успели мы и глаза моргнуть. Как она подскочила к трактору. Передвигалась старуха как-то странно. Как бы плыла над снегом. Никаких колебаний от шагов мы не заметили. Хотя кругом был глубокий снег и место очень неровное. Старуха подскочила к трактору. И ухватилась за наружную ручку дверцы. В этот момент весь свет у трактора неожиданно погас. Но двигатель продолжал работать, что скорее всего нас и спасло. И ехали мы дальше со скоростью 10-12 км в час. Старуха успела немного приоткрыть дверцу и попыталась заглянуть в кабину трактора. В этот момент мы увидели ее лицо. Нас охватил ужас, насколько оно было уродливым. Я вцепился в дверцу, пытаясь ее закрыть. Но какая-то звериная сила не давала мне сделать этого. Товарищ бросил все ручки в управление и стал помогать мне. Но мы вдвоем не могли преодолеть эту страшную силу. Наконец Виктор достал откуда-то монтировку и то ли как-то подцепил ручку, то ли в какое-то место в двери воткнул. Точно не помню, так как в панике изо всех сил тянул дверь на себя. И мы монтировкой, действуя ею как рычагом, медленно затянули дверцу и защелкнули ее. Благо все в этой двери по-нашему кондовое и железное. Была бы ручка пластиковая, пиши пропала. Старуха продолжала двигаться вместе с нами и по-прежнему тянула дверцу. Опять же при этом она как бы плыла над дорогой. Постоянно смотрела на нас своими мертвенно, светящимися, не мигающими глазами. Нас разделяли лишь сантиметры. Ни головного убора, ни волос я не заметил. Кажется их вообще не было. Хорошо запомнились ее глаза. Очень длинный крючковатый нос. Темный, даже черный цвет кожи. Так мы проехали около километра. Потом надо было поворачивать. При этом мы ненадолго отвели взгляд от старухи на дорогу, так как на повороте из-за нервов и суматухи чуть не съехали с дороги. Когда снова посмотрели, старухи уже не было. В этот момент зажегся погаший свет у трактора. Мы снова осмотрелись, но старуха исчезла. Дальше наш путь проходил без приключений. И мы благополучно прибыли в деревню. До утра они могли уснуть, так как были перепуганы. Перед глазами все время стояла старуха со своими светящимися глазами. На следующий день я уехал домой в село Якимовичи. С моим товарищем Виктором мы больше не пересекались. По словам знакомых, он уехал вскоре жить в другое место. И что и как с ним мне неизвестно. Хотя думаю, он как и я, не скоро отошел от этого случая. Продолжение следует...